всем привет сегодня у нас рубрика гаражные находки видео получится очень длинное но оно получится очень интересное как вы уже прочитали в заголовке видео мне повезло такие наверное везения бывают у нас раз в жизни мне удалось купить много оригинальных запчастей на магнитофон sharp 939 panasonic cv200 и panasonic 55 это все запчасти которые официально у нас поставлялись в советский союз в ремонтные мастерские ну что давайте не затягивать начнем с тяжелой артиллерии самое интересное и потом дойдем до мелочевки и так значит как я забирал так я и показываю ну что начинаем смотрите какая красота передняя новая панель на 55 по нас давайте вместе насладимся в целлофане с длинным fm для советского союза мухи на этой передней панельки не сидели точно панелька на длинный fm на 108 зачем их продавали в ссср зачем их да этот сам поступал поступали не в продажу в ремонтные мастерские я честно вам скажу я не знаю и как по мне ну я первый раз вижу 55 с длинным фэмом знаю что на шинал и данный шинл и с длинным фмом но именно по нас 55 с длинным фмом ну опять таки век живи весь век учись вот такая морда следующая запчасть 55 panasonic смотрите полный оригинал номер партия все есть last name quality первый первый сорт made japan так распечатываем и опять таки любуемся 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 тем что есть подкассетник подкассетник на 55 panasonic абсолютно новый в пленках в заводских пленках все все новое я сказал подкассетник извините кассета приемник а теперь вот смотрите интересно на этой же коробке снизу у нас номер это скорее всего внутренний какой-то номер потому что ручкой написан и цена 12 рублей 21 копейка чтобы понимали при советском союзе сколько стоил кассета приемник так следующий следующий как вы догадались опять-таки это кассета приемник но коробочка не отсюда что-то каркас ну не отсюда но опять-таки родная родная коробка родная все вот как было так я и забрал следующий подкассетник точнее кассета приемника что ж такое абсолютно новый пленочки чистенький новенький красота я я держу эти вещи в руках я вам честно скажу я просто не верю что у меня есть такие оригинальные запчасти как говорится дальше лучше так номер цена 100 рублей 3 копейки вот здесь у нас была оригинальная наклеечка очень жаль что оригинальная наклейка не сохранилась опять-таки все вот как было так я вам и показываю это у нас коллеги это корпус на 200 panasonic новый вот такая у нас тут наклеечка panasonic жалко конечно что нет крышки кассета приемника значит шоу он без антенки но с родной новейшей смотрите ручкой нигде не покоцана ни разу он лежал у человека корпус лежал у человека в гараже слава богу что гараж был более менее сухой то есть корпус абсолютно новый никаких царапин ничего нет вот так вот я его вам приблизил специально 200 а вот видите остались в корпусе для антенки у нас и год производства сейчас даже насколько я могу понимать восемьдесят седьмой год может быть меня вы поправите но как по мне похоже восемьдесят седьмой год вот такой пыльненький очень пыльненький морда пыльненький морда но но она у нас транспортировочной пленкой я пока от этого самого сритят пыли его не оттирал но транспортировочная вот здесь у нас пленочка вот здесь у нас пленочка есть вот здесь на вот этой накладке у нас пленочка есть ну как по мне он но посмотрите сами ну вот есть внизу от царапина да он просто вот так лежал очень жалко что без упаковки лежал ну вот тут вот верх верх немного немного есть царапины но ты отверг он очень хорошо полируется то есть вот это можно будет заполировать и получится морда из морд и также прицепом вторая мордочка вот но эта мордочка чуть-чуть похуже она похуже тем что вот видите какие здесь царапки очень сильные коцки но опять таки вот тоже можно заполировать хорошо что эти царапины на кажется блестящей стороне здесь у нас на этом самом скажите на стеклышке такая же пленочка транспортировочная здесь у нас транспортировочная пленочка здесь у нас транспортировочная пленочка все новенькая ни разу не стоявшая в магнитоле такая такая красота это что касается крупных и теперь вот такой вот пакет Мелочевки И вот сейчас я с этого пакета мелочевки Буду вам все доставать И мы вместе посмотрим, что я купил Потому что, честно говоря Половины я и сам особо не понял Что это Так, а теперь тяжелая артиллерия из мелочевки Кто угадает, что это такое? Можете поставить на паузу И подумать Ну а тем, кто не поставил на паузу Показываю Это вот так выглядят Настоящие моторы На 939 Sharp Маркировка Made in Japan Давайте один из них откроем И посмотрим Вот так это все дело Выглядит И вот он мотор Вот так выглядит мотор Непаянный Новый А вот эта ржавчинка пошла Но это из-за гаража Смотрите Смотрите Какая красота Если вам вдруг будет кто-то продавать Новые оригинальные двигатели Требуйте оригинальную упаковку Еще раз можете поставить на паузу Вот сфотографировать Вот так Такая должна была быть маркировочка Вот один у меня такой моторчик И второй у меня такой моторчик Честно говоря не проверял на работоспособность Но уверен что они рабочие Made in Japan Цена 3 рубля 22 копейки Вот так Выглядели Кнопки Которые приезжали Это кнопки На 55 Панасоник Три штуки У меня Паузы Вот Опять таки Номенклатура Кому нужно Ставьте на паузу Записывайте От той же серии Уже 5 рублей 20 копеек Made in Japan Опять таки На 55 Панасоник Новая кнопка Воспроизведения Дальше С той же серии С той же серии 3.22 3.22 Опять таки Кнопочка пауза Ну так то и так Итак Вот это у нас Скорее всего На 55 Может быть не на 55 Знакомая Знакомая Коромысла Где то я его частенько видел Подскажите С чего Это Рубль 35 Made in Japan Вот такие вот Две Две деталюшки Это детальки у нас На лентопротяжку Поехали дальше Коробочек Made in Japan Все Made in Japan Никакой чайны Так Здесь у нас Транзисторы Вот такие у нас Вот маленькие транзисторы Такая вот Красотюлечка Не разбирался Не знаю Надо будет смотреть Позже Значит стоимость Стоимость 5.22 За штучку Пустая коробочка А ну тут была кнопка 3.22 Скорее всего Так Пакетик Значит пакетик Что у нас здесь Made in Japan Made in Japan Вот Вот что у нас было В этом пакете Опять кнопка Воспроизведение И большая Маленьких нет Так Вот у нас Какие-то Запчасти Ну вот это Мне что-то так кажется Что это Написано Стойка Рубль 18 Стоит Вот какая-то Новенькая Вот такая вот Две штучки Таких вот стоек Дальше Дальше Вот это Я уже смотрел Какая-то у нас Микросхемка Скорее всего На 55 Панас Опять-таки Чистый Японец Посмотрите Как она запечатана Почему-то В фольгу Я не знаю Почему Инструкция Так Дальше Шарп Это что-то Для шарпа 3 рубля 13 копеек Вот такой вот Маленький Маленький Такой вот Коробочек Смотрите Как интересно Внутри Фольгированный Коробок В нем Внутри Что-то Тарахтит Ага Так А внутри У нас тут Тарахтит Микросхемка Тушуба Чистый Японец Микруха Все Не знаю Не помню Откуда Чего Потому что На память Я не знаю Но Что-то у нас С шарпа Дальше Опять-таки Куда-то На Панас 97 копеек Стоит Вот такая У нас Скоба Где-то В лентопротяжке Опять-таки Где-то Я ее видел Следующая Это у нас Было 3.13 Это у нас 6.93 6.93 6.93 Стоило Что-то Опять-таки Здесь Микруха Здесь Опять-таки У нас Микруха Новая Чисто Японская Красота Просто Красота Пакетик Черный Просто Черный Пакетик Та-73 Та-73 43 Но в нем Ничего нет Он пустой Еще один Такой же Пакетик Он Оп-стоп Нет-нет Пустой Пустой Ничего в нем Нет Так Значит Дальше Тошиба Тошиба Made in Japan Такой Пакет И у нас Здесь Смотрите Куча Куча Переменечков Настоящих Японских Красотища Красотища Ну кто Скажет Что это Некрасиво Честно Я Испытываю Какой-то Оргазм Наверное Как в первый Раз Рубль Девяносто Три Made in Japan На Панасик Разъемчик Новенький Красотела Так Еще одна Микруха 343 Сейчас Посмотрим Там она Или нет Да Все там Все на месте Прекрасно Так Вот какая-то Штучка На Шарп 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 Что это Такое Это Как Кнопка Но я Почему-то Ее не Идентифицирую Давайте мы Аккуратненько Откроем Новая Кнопка Перемотки Я не Пойму На какой Это Шарп Подскажите Мне Кто знает Почему-то У меня Перед глазами Честно говоря Такого Шарпа Я не Вижу 15 Штучек По рублю 18 Смотрим Что это У нас Ой Вот Какая Это Вот Такая Вот Вот Такая Вот Запчастина Может Кто-то Узнает Ну что Здесь Ничего У нас А ну вот Что-то Есть Я Пока Честно Вам скажу Не могу Сказать Что это Куда Это Для чего Это Что-то Какое-то Очень Маленькое Малюсенькое Малюсенькое И Оно О двух Лапах Может Светодиод Какой-то Не знаю Может быть Кто Узнал Вот Эту Деталь Подскажите Мне Шарп Рубль 44 Ну Это Что-то У нас Лентопротяжки Ну Такую Почему-то Я Не Помню Лентопротяжку Так Опять Так Микруха Раз Микруха Два Вот Это Какая-то За 13 Рублей Давайте Посмотрим Что у нас Тут За 13 Рублей Самая Дорогая Должна Быть Почему Она Не Вылазит Вылазит Ага Вот Так Это У нас Что На Часы Что Ли На Шар Очень Очень На Это Похоже Подскажите Мне Может Быть Я Ошибаюсь Ну Вот Такая У Нас Есть Микруха Микруха Кракакуха Красота Красота Так Еще Одна Кнопка Не Интересно Еще Один Разъем Не Интересно Еще Одна Кнопка Play О Кстати Помните Я говорил Пустой Коробок Вот Она Вылетела Эта Кнопочка Play Большая Ну Новенькая Это На 55 Смотрите Какая Красота Так А Теперь Мне Становится Понятно Почему Часть Запчастей По Шарпу Мне Немножко Незнакома Вот Стеклышко У нас Ствина Вот Стеклышко Ствина И скорее Всего Вот Это Кнопочки То Что Я Мэй 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 Джапан Оригинал Реплейсмент Пар Понятно Все У нас В Оригинале Так Что У нас Здесь Эх Как бы Так Достать бы Чтоб Поломать Сразу Извините По Другому Не Получается Достать Так Пакетик Что У нас В пакетике А Пакетики У нас Какой-то Транзистор Так Кто Узнал Где Стоит Пишите Так Микросхемки В Зип Пакетиках На тот Момент Уже Были У Японцев Зип Пакеты Так Откуда Микросхемка Кто Узнал А варите Одна Вот Другая Это У нас Запечатанная За 7 рублей Микросхемка Если Будет Видно Ее Маркировка Вот так Вот Тоже Пишите Если Кто Узнал С чего Это Микросхема Так Какая Это У нас Ось На Panasonic Еще Один Транзистор Так Смотрите Даже Скрепочка Заржавела Честно Скажу Немного Мышиным Пометом Пахнет Так Где-то Микросхемка 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 На Шарп Шестеренка Вот Какая-то Новая Вот такая Шестерня Шестерня Где она Стоит Управляющая Какая-то Где-то Знакомая Где-то Я ее Так Увидел Уже Так Погнали Дальше Наших Городских Новая Антенна Новая Но Тут Уже Ей Видите Немного Оторвалась Жалко Жалко Ничего Так Еще Одна Кнопка Ага А это Кнопка Ой Видите Как в руках А это У нас Кнопка Запись Запись Это На 55 366 Это На 55 Panasonic Еще Пакет Пакет И Пакет Так Опять Так Не Интересно Уже Опять Так Эти Детальки Мы Уже С вами Видели 222 А тут Почему Это Цена 2 А Да 222 Еще У нас Микросхемы Но Микросхемы Разные Потому Что О Смотрите А тут А тут Открыто Вот Вот Открыто Давайте Мы Сейчас С вами Откроем Откроем И Заодно Посмотрим Вот Смотрите Вот Японцы Упаковывали В фольгу Вот Сколько Тут У меня 5 6 7 8 9 В принципе Все Мы Эти Видели Вот Я Вот Эту Хочу Посмотреть С вами 23 Рубля 57 Копеек Самая Дорогая Микруха Что 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 Тут У У 23 Рубля Так Кто Узнал Шарповская Микруха Джапан Кто Узнал Эту Микросхему Где Стоит Ну То Что Лапка Тут Погнута То Ничего Страшного Новый Оригинал Просто Коробочки Вот Так А Здесь Вообще Вообще Без Ничего Давайте Мы Откроем Вот Эту Посмотрим Что У В Этой Коробочке Так Это У Нас Какая То Запчасть Лентопротяжки Откуда Не могу Вспомнить Кто Знает Откуда С Какого Аппарата Так По Памяти Я Вам Честно Скажу Уже И Не Вспомню Только Перед Глазами Было Так Давайте Посмотрим Что Вот В Этом Вот Этих Четырех Коробочках О А тут Микросхема Ахахаха Вот Как Интересно Смотрите От Старости Раз Все Посыпалось Так Микруха Кто Знает Откуда Микруха Вот Смотрите Как Она В Оригинале Шла Вот Такая Коробочка Но Почему Почему Ни Единого Ни Единого Обозначения Ну Не знаю Вряд ли Кто-то При Савки Барыжал Б Привозил За Границы Не верю Опять Таки Ворох Микросхем 418 Тут Какие-то Дешевые 543 543 418 693 Короче Эти мы Уже Смотрели Вот Что Там Вот Такая Вот Транзистор Он Черным По-белому Написано Транзистор Давайте Посмотрим Что за Вот Такие У нас Транзисторы Японцы Оригинальцы Это Всегда Хорошо Это Запчасти Просто Шикардосные Так Еще Намикруха Ничего Интересного Вот Такой Коробок Рубль 66 Я уже Забыл Смотрели Мы Или Нет У них Ага Здесь У нас Вот За Рубль 66 Вот Такой Переменчик Вон Там Вон Там Их Много Этих Переменчиков Целый Целый Пакет Точнее Целый Коробочек С Переменниками За 1 Рубль 66 Копе Помните Черные Пакетики Вот Тут Что-то Вот В одном Из Пакетиков Есть Ага Опять Микросхемы Опять Микрухи Кто Узнал Кто знает Откуда Эти Микрухи Пишите Пишите Обязательно Так Вот Но это Я тоже Так Подозреваю Не буду Распечатывать Это какая-то У нас Тоже Микруха Маленькая Made Japan Original Replacement Part Так Шарп Шарп Знаете Как мыши Жрали Жрали Видать До металла Дошли Жрать Перестали Так Что еще Шарп Просто Пакетик Шарп Ну Что-то Там Было Ага Еще Один Переменечек На Панас За 90 Копеек Еще Один У нас Коннектор Так Что Дальше Дальше Тоже Интересно Трансформатор Трансформатор Абсолютно Новый Вот такая Красота Вот его Маркировка Кто Узнал Откуда Что Что Пишите Рассказывайте Так Ну Что У нас В принципе Уже Подходит Говорится Весь Пакет К завершению Транзистор Еще Одна Кнопка Паузы На 55 Что Так Два Коробочка Два Коробочка У нас Есть номенклатур Номер 18 Рублей 42 Копейки Что Это У нас Здесь А Здесь У нас Очередной Трансформатор Новый Красота Два 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 Новых Оригинальных Трансформатора И Все Закончилось И Напоследок Вот такой Вот Пакет В котором Еще Есть Пакеты Давайте Посмотрим Что У нас Здесь Резистор Диодик 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 Рубль 23 Оригинальный Диод Стоил Японский Здесь У нас Микрухи Опять Такие Тут Написано Что Тут Разные Вот Кто-то Тут Прописывал Какие Здесь Микросхемы Давайте Посмотрим Давайте Посмотрим Да Разные Микрушки Вон Четыре Штучки Кто Узнал Откуда Микросхемы Обязательно Напишите В Комментариях Я тогда Тоже Потихоньку Узнаю Где Они Стоят Но Сам Факт Это Похоже На Усилитель Похоже А Ну Это ЛМ Это Усилитель Так Что У нас Дальше Что-то У нас Запечатано Есть Вот Такой Девайс Так Что Это У нас Тут Это У нас Маховик Стонвала Тонвальчик Чего Тяжелый Увесистый Ну И Все Скептики Кто Будет Говорить Что Мол Мало Ли Вдруг Одну И ту Запчасть Показывал Вот Я Вам Еще Вот Так Наглядно Наглядно Все Это Покажу Ну Что На Этом Я Буду Прощаться У Меня К вам Есть Большая Просьба Коллеги Кто Узнал Какие Запчасти Кто Узнал Номенклатуры И так Далее Пишите В комментариях С чего И откуда Все Это Значит Если Будут Вопросы Будете Задавать Вопросы По Продаже Да Часть Я могу Продать Потому Что Многие Вещи Мне тут Реально Не Нужны Естественно Что Оставлю Себе Ну Что На этом Заканчиваю Своё Видео Вот Такое Большое Интересное Опять Таки Кто Досмотрел До Конца Респект Лайк Огромный Подписывайтесь На Канал Ставьте Колокольчик Чтобы Не пропустить Следующее Видео Всем Мира Добра Пока Пока Нет Войне